Всем привет, дорогие друзья из зимней Алании. Декабрь месяц и у нас, посмотрите, цветут апельсины. Эхан, как дела? Хорошо. Сегодня 24 декабря, в общем, в Алании не происходит ничего такого интересного, потому что зима и последнюю неделю идет дождь. Сегодня воскресенье, ну и мы вам покажем то, что найдем интересного, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вот так вот выглядят улицы Алании зимой. 24 декабря сегодня, народу не очень много, многие магазины закрыты, но все зелено и красиво, и Айхан. Айхан, танцяп, фирменный танец Айхана. Мы на остановке ждем, чтобы поехать в магазин. На мопеде не едем, потому что был дождь, мы решили проехаться на автобусе. Еще в Алании продают вот такие вот карты на автобус, называется Алания Кенткарт. Ее можно пополнять, и по этим картам проезд на автобусе дешевле, чем если вы будете платить наличкой. Ну, а вот так вот выглядит, например, автобус, который едет в Демертаж. Но там карточки не принимают, на этих автобусах принимают только наличку. Карточки принимают только на больших белых автобусах. А еще практически по всей Алании стоят вот такие вот будочки, где продают семиты. Видите, как придумали закрывать от дождя, когда идет дождь, работник сидит там, и дождь не попадает внутрь. Сейчас семиты стоят 90 курушей и 80 курушей. В общем, такие вот маленькие лоточки, это от Аланийской мэрии, написано «Анталия Бюкшихер Бюльдейс». Вот в них можно купить семиты. Есть даже окошко. Ну-ка, открывается или нет? Открывается. Ну, в общем, очень удобно продумано, не холодно и не сыро. И еще сверху вот такая вот крыша. Заходишь вот так вот, если дождь, кушаешь семит, и на тебя ничего не попадает. Мы зашли в наш автобус, и представляете, на улице пошел град. Не дождь, а град. Быстро прошел, и уже закончился. Буквально 5 секунд. Дома я? Нет. Вот если увидите, то идет град. Вот такая вот погода стоит, друзья, в Аланье весь декабрь. Пасмурно, прохладно. Поэтому ничего, в принципе, интересного не происходит. Даже если происходит, то происходит это все в помещении. И народ старается не выходить на улицу. Мы тоже практически весь декабрь мы провели в помещении. Ой, очень-очень шумно от дороги. Сейчас идем в магазин, опять покупать краску. Перерыла я весь интернет, потому что практически все и всегда я заказываю по интернету. Но вот краска, цена такая же, поэтому, чтобы не ждать, решили купить ее в магазине. Ну, а скоро Новый Год. Перед Новым Годом мы встретимся с вами еще в одном видео, я надеюсь. И Новый Год мы будем праздновать в этот раз в деревне Айхана, в Афьоне, где очень много снега. И, кстати, сегодня мы еще сходим в один магазин, чтобы посмотреть ковер. Ну, а так, в принципе, как вы видите, пасмурно. То идет дождь, то град, то солнышко выглядывает. И вся жизнь в декабре, январе и феврале в Аланье происходит внутри домов под теплыми-теплыми обогревателями. Если мы хотим купить что-то для дома в Аланье, то мы ходим в магазин Кочташ. Также мы ходим в магазин Салы-Пазары. Ну, и иногда бывает, ходим в магазин Метро. Но все основное для дома и для ремонта, конечно же, есть в магазине Кочташ и в магазине Салы-Пазары. Нормального качества и по очень приемлемым ценам. Ну что, после долгого вхождения по магазинам мы пришли с Айханом в Чикёв. Чикёв-то это вот такая вкуснятина. Если вы знаете, что Чикёв-то любите, обязательно напишите в комментариях. Мы заказали дюрюм по... Большой дюрюм, который стоит 5 лир, стоит также дюрюму по 3 лир. Ну, в общем, можете посмотреть цены. Цены вот здесь. И сейчас я вам покажу, как... Чикёв-то делают вот из такой пасты. Сейчас вы увидите, как их делают. Есть острые, есть не острые. Берут массу, которая состоит из специй и булгура. Вот так вот размазывают по лепешке. И далее уже добавляют... Он, кстати, очень интересно так делает. Обычно кладут посередине. А он прям размазывает по всей лепешке. И далее уже в эту лепешку добавляют различные ингредиенты. Сейчас посмотрим, что же он нам положит. Вот вы видите. Выжимают сок лимона. Это обязательно. Всё делает он в перчаточках, чтобы было гигиенично. Мы заказали большие дюрюмы. Дальше. Берёт, нарежает капусту. С этой капустой получается очень вкусно. Раскладывает её в наши лепёшечки. Далее. А, сейчас вторую капусту ещё порежет. Кстати, друзья, если вы любите чекёв, то обязательно пишите в комментариях. Мы, например, всегда едим не острые, потому что слишком уж острые они получаются. И с огурчиком, и с лимонным соком. Это просто нереально вкусно. И пока он готовит... Вот видите, солёный огурец. И пока он готовит, расскажу вам то, что раньше чекёвки делали. Поливают соусом гранатовым. Раньше чекёвки делали с добавлением сырого мяса, поэтому они были такие острые. А сейчас запретили делать в ресторанах, в общепите, запретили делать чекёвты с добавлением свежего мяса. Сейчас их делают по той же рецептуре, только без мяса. Ну вот, наши супер-супер дюрюмы готовы. Сейчас вместе с Айраном мы их отведаем. Подают их вот таким вот образом с Айраном. Вот так вот. Айхан, пробуй. Вкусно? Вкусно? Вот такие вот вкусняшки здесь продают. Смотрите, баклава. Фестыкла баклава 40 лир. Очень вкусная вот эта вот баклава. Ну, средняя цена на хорошую баклаву 40 лир. Эв баклава, какая-то домашняя баклава, 34 лиры. И самая дорогая баклава за 50. За 70. Яшиль. Какая-то зелёная. В общем, очень-очень много всего вкусного. И посмотрите, вот там вот мёд в сотах. Стоит он 30 лир килограмм наисвежайший, вкуснейший мёд. Ну что, дорогие друзья, мы уже переместились в кафешку, которая находится рядом с нашим домом. Выпить турецкого чайку. И, кстати, на улице такой дубок, что даже идти никуда не хочется. Я вам сейчас покажу. В Аланье, представляете, выпал снег в районе Оба. Вот это вот фотографии, которые на фейсбуке с Махмудлара. Ну, конечно, прям не в самом городе, но буквально минут 15 от города выпал снег. Ну, а мы с Айханом будем пить чай. Покушали вкусненькие чекёфты. Накупили, кстати, вам покажу краски. Всяких разных приборов, чтобы красить. В общем, я решила отреставрировать кое-какую мебель. Вот такую вот пасту для... Ну, в общем, всё, что нужно для покраски. И буду заниматься реставрацией мебели. Вот так вот в Аланье сегодня. В общем, ничего интересного, никаких особо событий нет. Мы с вами с Айханом прощаемся. Вот Айхан. Мы с вами прощаемся. Встретимся ещё. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. Всем всего доброго. Пока-пока.